Кто у тебя жена? Она играет на виолончели в том же оркестре. Мечтает попасть в настоящий коллектив. Есть интересный состав. Через неделю она идет на конкурс. Почему она, а не ты? Потому что она умеет постоять за себя, а я нет. Ну, ты знаешь, надоело все. Ну, хорошо, будет конкурс. Кому-то придется что-то доказывать. Ну, докажу, ну и что? Буду куда-то ездить, стану больше получать. Ну и что? Ну и что? Жена поняла это и в ужасе, с кем связала свою жизнь. Решила пробиваться одна. Я взял учеников дошколят. Денег не хватает, приходится много тратить. У нас девочка родилась. Дочке уже два года. В общем, присылает барахло из Италии. Мать отдает его жене. Она продает. Часть денег оставляет себе, так что... Параллельно я горжусь своей незапятной совестью. Сейчас она много работает, готовится к конкурсу. У нее нет времени бегать по подругам. Так что она попросила активно включиться в это дело меня. Ладно, не смотри на меня так. Под Лен я здоров и счастлив. Ну и слава богу. А помнишь, как я тебе предложение сделал на этом месте? Помню. Помню. Ты был благороден. Сейчас, наверное, думаешь, слава тебе, Господи, что я за него не пошла. Нет, не угадал. Может, тебе стоит вернуться сюда? Думаешь, это возможно? Хочешь, я уйду от мужа. Будем тихо жить. Я бы тебе родила. Ведь ты когда-то что-то испытывал ко мне. Я отказал-то тебе тогда только потому, что ты любил Кленышеву. Это из-за нее ты стал вот таким неуверенным в себе. Никто из нас не любил всерьез. Но ведь, Вадик, я-то была у тебя первой. Помню, как-то ты вот здесь стоял у восточной трибуны и ждал меня. А я подошла с другой стороны. Долго смотрела на тебя. Все представляла. Как ты станешь великим музыкантом. Как мы с тобой объездим весь мир. Ты увезешь меня отсюда. В Москву или в Ленинград. Я тоже не приспособилась к жизни. Работаю в областной картинной галерее. Сам понимаешь, что это такое. Совсем недавно потеряла последнюю возможность уехать отсюда. осталась здесь навсегда. Ой, если бы ты вернулся, все бы можно было пережить. Мазлен, а кто муж у Кленышевой? Бычок. Бычок. Ты знаешь, мне надо съездить к тетке, Мадлен. Конечно. Конечно. Поезжай. Я быстренько, ты знаешь. Ты не торопись. Туда и обратно. Если тебе надо с ней побыть подольше, так ты побудь. Мы с девочками подождем. Ты не говоришь. Передай тете Вале привет, если она меня еще помнит. Ты знаешь, мы недавно приехали, я к ней еще не успел заехать, поэтому... Хочешь, я тебя провожу? Не-не, побыстро. Я до такси туда и обратно. Отдай мне тогда сумки. Зачем они тебе? Поезжай к ней с чистой душой, со спокойной душой. Спасибо.